Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша программа посвящена правам и обязанностям пациентов. Сегодня у нас в гостях Шашкова Наталья Валентиновна, начальник отдела информирования и защиты прав застрахованных ульяновского филиала «Капитал МС». Здравствуйте! Наталья Валентиновна, вопросов очень много на самом деле. Сейчас время очень непростое. Мы боремся все с коронавирусной инфекцией. Я вижу, что мы успешно с этим справляемся. Но все-таки свой оттенок это все накладывает в работу и лечебных учреждений, и в работу страховых компаний. Поэтому первый такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вообще, кто такой страховой представитель? Какую функцию он несет в себе? Значит, у нас есть федеральный закон 326-й обязательном медицинском страховании, в котором сказано, что страховая медицинская организация осуществляет сопровождение своих застрахованных лиц, причем информационное сопровождение. И порядок этого сопровождения определен у нас правилами обязательного медицинского страхования. Значит, что это такое? Это медицинские представители страховой медицинской организации, которые сопровождают застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи. В зависимости от деятельности у нас страховой представитель делится на три уровня. Это страховые представители первого уровня, лица, которые работают в контакт-центре, работают по устным обращениям граждан при поступлении звонков в страховую компанию. Второго уровня – это представители страховой медицинской организации, которые непосредственно помогают организовать медицинскую помощь в случае нарушения права застрахованных лиц и организовывают информационное сопровождение застрахованных лиц в плане оказания медицинской помощи, в том числе прохождения профилактических медосмотров и диспансерного наблюдения пациентов. Страховой представитель третьего уровня – это уже у нас специалисты-эксперты или эксперты качества, врачи с медицинским образованием, которые непосредственно работают с письменными обращениями граждан и заявлениями, и проводят в том числе экспертизу качества оказания медицинской помощи. Для этих целях на базе нашей страховой компании создан отдел защиты прав застрахованных, в наличии которого имеется контакт-центр, куда непосредственно поступают у нас звонки, и работают сотрудники контакт-центра. И здесь же при поступлении каких-то обращений на звонок контакт-центра передается информация в случае нарушения права застрахованного лица страхового представителя второго уровня, даже иногда третьего уровня. То есть поэтапно? Да, поэтапно, в зависимости от случая. Все индивидуально? Индивидуально, да, решается индивидуально в каждом конкретном случае. И, значит, согласие застрахованного лица мы проводим его сопровождение, то есть помогаем в организации оказания медицинской помощи. Хорошо. Наталья Литиновна, ну скажите, пожалуйста, вот, конечно, сейчас вот я как руководитель учреждения тоже могу сказать, да, у меня крупная поликлиника довольно-таки, это в Новом городе, да, это третья поликлиника. И вот мы сейчас открыли ватсап-приемную, да, и идет, значит, горячую линию открыли, и колл-центр, да, то есть все для того, чтобы действительно пациент мог в любое время обратиться, и любой свой вопрос какой-то, какой бы он ни был, решить непосредственно, да, вот, и мы реагируем буквально сразу. И у меня, например, вот нет такого, что у меня там день приема по личным вопросам. У меня двери кабинета всегда открыты, то есть я сам, как руководитель учреждения, сам решаю очень многие вопросы, значит, начмед у меня решает тоже по моим поручениям. Ну, в принципе, вот я считаю, что очень многие аспекты можно решить внутри учреждения непосредственно, и не выходя даже куда-то за пределы. Поэтому вот мой вопрос такой, что куда может обратиться пациент по поводу каких-то вот там, ну, недоразумений, может быть, что-то недосказали, недоговорили. В основном же такие же бывают, в основном, да, какие-то проблемы. То есть врач что-то недоговорил, что-то недосказал, не так объяснил, да, то есть иногда вот бывает, пациенту объясняешь, да, и, ну, правильно, да, уделишь побольше времени, и, в принципе, вопрос абсолютно снимается. Поэтому вот вы сейчас сказали, да, что можно обратиться в страховую компанию. А нужно ли это, или действительно, вот вы, например, тоже считаете, что, может быть, и внутри учреждения довольно много вопросов можно решить самим самостоятельно? Да, я считаю, что можно решить, и мы рекомендуем. И вы даже подсказываете это, да. Да, подсказываем при телефонном разговоре, что первоначально даже у нас, как бы, мы имеем взаимосвязь с лечебными учреждениями, у нас есть контактная информация с руководителями медицинских организаций. Прямая причем такая, да. Да, прямая, да. И, значит, мы непосредственно связываемся, и пациенты подходят, и вопрос решается на уровне медицинской организации. У нас страховой представитель второго уровня, еще у нас организованы посты в медицинских организациях. То есть, если пациенту что-то непонятно, они могут подойти к нашему представителю непосредственно медицинской организации. И так уже напрямую организуют или проводят какие-то организационные мероприятия или разъяснения на месте непосредственно медицинской организации. Ну вот, как я сказал в начале нашего с вами разговора, что сейчас, конечно, очень многие силы и средства брошены на борьбу с ковидом. Это понятно. И я считаю, что мы справляемся с этой ситуацией и обязательно справимся. У нас просто другого выхода нет. Но все равно какую-то лепту это все вносит в такую повседневную, рутинную работу. Я имею в виду плановые, например, пациенты. Ну, плановые госпитализации даже возьмем. Плановые госпитализации – это раз. То есть, никуда же не денутся пациенты с хроническими заболеваниями. Об этом постоянно говорит и губернатор, говорит и министр, что им обязательно должны внимание уделять. Эти пациенты не должны оказаться за бортом вот этой ковидной нашей борьбы. Мы должны тоже уделять им внимание и обязательно, значит, ими заниматься. Вот по этому поводу что вы можете сказать? Что-то изменилось или вот как вот в вашем понимании это все? Ну вот наша страховая компания проводит информирование застрахованных лиц, которые имеют хронические заболевания. То есть, так называемое динамическое диспансионное наблюдение. Мы проводим СМС-оповещения, обзвоны этих лиц с напоминанием, что несмотря на пандемию, в данный момент нужно заболевать от своих хронических заболеваний. То есть, получается, мы то же самое параллельно проводим. Мы же тоже это делаем. Да. Тоже обзваниваем пациентов, тоже спрашиваем, как они себя чувствуют, корректируем лечение. И вы тоже, получается, параллельно все это делаете. Да. И говорим, что необходимо все-таки с собой время посещать своего лечащего доктора. Это той первичной медицинской организации, в которой прикреплен пациент. С прохождением необходимого обследования. Которое назначает непосредственно его лечащий доктор. Что касается плановой медицинской помощи, она у нас остается в силе, то есть она работает в полном объеме, представляется пациентам в соответствии с территориальной программой, государственной гарантией, соблюдением сроков оказания медицинской помощи. То есть это и первичная приема у врачей-терапевтов, или врачей общей практики, или врачей-педиатров, и в том числе врачей-специалистов, значит, неврологи, ревматологи, то есть прием у нас осуществляется, как бы пациенты обследования необходимые лечения получают. Что касается лечения в стационаре, то есть получения в условиях стационара, у нас в соответствии, значит, в связи с пандемией, как бы определен... Маршрутизация. Да, маршрутизация, то есть у нас есть регламентирующие документы, которые в соответствии с условиями созданы маршрутизации, какие с определением тех лечебных учреждений, где у нас оказывается плановая медицинская помощь. Ну вот, одно из основных учреждений, это у нас областная клиническая больница, которая взяла основную, можно сказать, базовую долю на оказание вот этой специализированной, плановой специализированной медицинской помощи. Вот, но, как говорится, показания госпитализации определяет у нас лечащий врач, и он информацией у нас владеет, и он должен предоставить пациенту эту информацию, куда его направляют, в какое лечебное учреждение. Ну, то же самое касаемо высокоспециализированной медицинской помощи, абсолютно, это не на сколько не остановилось, это также продолжается, и пришли документы, которые подписаны Виктором Михайловичем, да, то есть министром здравоохранения Ульяновской области, да, что обязательно это должно все выполняться без всяких там проволочек, без всяких перебоев, да. Да, то есть и высокоспециализированная, которая на территории Ульяновской области, нашими медицинскими организациями, оказывается, она продолжает свою как-то выполнять функцию, и в то же время те, которые за пределами Ульяновского региона, то есть у нас же высокоспециализированная оказывается по линии ВМП, ой, извиняюсь, по линии УМС, да, УМС и по линии бюджета. То есть имеет страховой полис, пациент имеет право, да? Да, получение специализированной, либо по линии бюджета, это типа КОТИ, Министерство здравоохранения. Но в любом случае, опять же, у нас порядок знает и определяет лечащий врач первичной медицинской организации, да, и определяет, куда направляется данный пациент. Ну, для этого во всех учреждениях работает врачебная комиссия, да, проводится через ВК, это документы. Да, направляется главному нештатному специалисту по определенной специальности, по профилю заболевания, вот, который уже определяет профиль и куда направляется данный пациент. То есть, ну, сейчас вот в Ульяновской области у нас, в принципе, я не знаю, я даже не могу так назвать, что у нас не делается. Все делается, да, начиная там от сложных и сложнейших операций на сердце, да, и заканчивая там пересадками почек, да, и, ну, то есть, объемы колоссальные у нас делаются в Ульяновской области, и все время идет движение вперед, да, но это правильно. Но, тем не менее, все-таки бывают такие случаи, когда, например, человек может получить такую помощь, как вы сказали, за пределами Ульяновской области, и в этом тоже сложности никаких нет. Абсолютно, да? Ну, опять же, нужно получить направление от лечащих врачей. Однозначно, да, да, да. То есть, существует форма направления, пакет документов, которые должен собрать лечащий врач, вот, но и обязательно учитывать, чтобы данная медицинская организатор работала в системе обязательного медицинского страхования. Ну, я вот тоже, вот, пользуюсь случаем, тоже хочу к пациентам даже обратиться, что, в принципе, у нас в Ульяновской области такие классные специалисты, да, и иногда даже не нужно стремиться, вот где-то там услышали, вот там где-то лучше, да. Да, да. Да, да, да. Мы к узким специалистам направляли только через терапевта практически, да. Но это правильно, да. И, в принципе, мы пациентов потихоньку к этому приучали. И, знаете, я много раз слышал даже от самих пациентов, что это правильно, да, вот они говорят, Павел Сергеевич, да, это правильно, мы сейчас уже понимаем, что на самом деле некоторые виды каких-то вот даже жалоб мы относили, например, сразу там к узким каким-то профилям, да. Да, да. Он где-то полечить, и он сам может решить все, да. И обследование какой-то объем нужно для того, чтобы направить к узкому специалисту. Но с учетом, значит, вот сейчас борьбы с коронавирусной инфекцией, я вот сейчас даже у себя в поликлинике сделал так, что, в принципе, можно уже даже минуя терапевта, да, идти к узкому специалисту, да, то есть регистраторы медицинские как-то немножко дифференцируют это, да, вот. Я, в принципе, думаю, это правильно. Или вы как считаете вот с этим? Ну, конечно, в условиях пандемии, с учетом пандемии, скидку можно в этом случае, да. Чтобы терапевта хоть чуть-чуть разгрузить в какой-то степени, да. Но все-таки, если какой-то идет диагностический поиск в данном случае, то все-таки лучше через... Ну, чтобы минимум какой-то диагностический, да. Чтобы терапевт провел до того, когда идет до специалист, какой-то минимум диагностический, с учетом того, чтобы пациента, как говорится, туда-сюда... Ну, тоже проблем никаких нет. Терапевт принял, написал обследование, да, все это через компьютер, все это человеку не надо ничего там ждать, какой-то там талон выписывать, все прочее, да. Электронная запись. Потом также через электронную запись, не выходя из кабинета, да, человека направляют уже к узкому специалисту, назначают ему дату, время посещения, то есть абсолютно. Абсолютно. Ну, давайте тогда все-таки обозначим сроки, чтобы наши зрители тоже это услышали. К терапевтам, в принципе, вот у меня, например, там, да, ну, простите, во всех так поликлиниках, день в день, да, к терапевту можно записаться. Несмотря на то, что сейчас, конечно, такая тенденция немножко есть, что терапевты некоторые болеют, есть такая тенденция, да, тоже люди, да. Тоже люди, да. Не умножаться на другого терапевта. А кто-то уходит в декретный отпуск, и такие вещи есть хорошие, да. Но, тем не менее, все-таки ожидания к терапевту сколько? Давайте напомним, да. 24 часа. 24 часа, да. И ожидания к узким социалистам до двух? До двух недель. До двух недель, да. До двух недель. Исключение оставляют только онкологические больные. Давайте, Наталья Литина, тогда по онкологическим больным все-таки, ну, пациентам, скажем, немножко побольше, да, отдельно. Вот, если человек нуждается в помощи онколога, да, ну, онкориспансера, сколько должно занимать вот это обследование, да, плановое, до обследования, скажем, при тем, как направить его онкориспансер? Ну, вот три дня, согласно территориальной программе, где определены сроки у нас, три дня его должны осматривать узкие специалисты по профилю предполагаемому. Около, значит, семь дней это проведение каких-то диагностических обследований, то есть инструментальных или лабораторных. И в течение трех дней уже должны направить в онкологический кабинет с направлением онкодиспансера для дальнейшей верификации диагноза. То есть в общей сложности это получается где-то 10-13 дней в общей сложности. То есть пациент должен быть полностью предварительно обследован и направлен онкологический в онкодиспансер Ульяновский областной. Да, Валентина, ну тогда скажите еще, давайте вот просто, ну так вот, прям вот первый, второй, третий, четвертый, да, какие наиболее часто встречаются жалобы, да, вот прямо вот, сказать, от пациентов, например, по оказанию услуг, предоставлению услуг медицинской помощи? Чаще всего обоснованное взымание денежных средств, часто такое, вот, может быть, второе, какое, может быть, это нарушение сроков, предоставление, либо консультации специалиста, либо проведение каких-то обследований. Хотел уточнить, что у нас еще МРТ и КТ есть такая услуга, вот, которая тоже у нас сейчас в сечение 14 календарных дней. Вот, поэтому вот сейчас очень много жалоб на то, что на МРТ и на КТ не могут попасть у нас в определенные сроки, вот, ну и вот в условиях пандемии проблема записаться на прием к врачу, то есть перегруженность регистратуры идет. Ну вот первый пункт, вы сказали, по взиманию денег, это вы имеете в виду необоснованное, например, получение платных услуг, вы это имеете в виду, да? То есть направление пациента не дифференцировано куда-то проходить обследование в платных клиниках, потому что потом могут подумать, потому что у меня в поликлинике точно такого нет, вот, поэтому можно подумать. То есть, иными словами, медицинская организация не организует данное обследование на бесплатной основе, что должна делать. Вот, здесь надо разбираться, да, здесь надо разбираться. Это идет, получается, куда-то сам в какую-то частную клинику проходит это на платной основе. То есть пациенту должно быть данное разъяснение, как он должен получить эту услугу бесплатно. Мы всегда говорим, звоните, пожалуйста, нам, мы разъясним, как положено. Может быть, что-то они не поняли у врача, и поэтому так получается данная ситуация. Ну, я всегда говорю со своим тоже докторам, всегда, то есть я не сижу у себя в кабинете, всегда хожу и смотрю, всегда сам прохожу все полностью, все подразделения, да. И хочу просто сказать, что, вот, знаете, вот, иногда вот пациенту просто, всегда своим докторам говорю, во-первых, есть стандарты, есть клинические рекомендации. Пациенту надо правильно все объяснять, да, что если нужен какой-то анализ, который, например, ну, нет, например, да, такого обследования, например, в поликлинике, в условии поликлиники, тогда вы должны объяснить, что правильно пациенту, что вот, к сожалению, такого-то нет, да, но есть у нас там, например, договорная основа, да, с другим лечебным учреждением, давайте об этом тоже сейчас скажем, да. И, пожалуйста, пациент может туда пойти и пройти обследование совершенно тоже бесплатно, правильно? Это первый вариант. И направление в платные клиники какие-то вообще быть не должно совершенно, в принципе, в лечебном учреждении. То есть всегда есть какой-то выход, да, из этой ситуации. Я еще раз говорю, есть стандарты и клинические рекомендации. Да. Поэтому вот этого надо всегда придерживаться. То есть у нас медицинская помощь оказывается в соответствии с 323-м федеральным законом и с территориальной программой в соответствии с порядками на основании стандартов. Но, опять же, объем диагностических и лечебных мероприятий определяет у нас лечащий врач конкретно для конкретного пациента. Но, учитывая, что у нас медицинские организации работают в системе ОМС, которые работают в системе ОМС, они работают на договорной основе со страховой медицинской организацией. И если данное обследование входит в стандарт обследования, то они должны это организовать бесплатно. Однозначно, да. В любом случае бесплатно для пациента. Каким образом? То есть, вот как вы сказали, учить договор с другой медицинской организацией, куда он пойдет. Мы это делаем свободно и все делаем. И пролучит эту услугу. И пациент доволен. И врач не чувствует, что он что-то не так сделал. И все обоюдно идет, на обоюдном согласии все это идет. Ну, кстати, вот вытекающий второй вопрос из этого нашего, из этой темы. Если, например, опять же, в медицинской организации, например, там нет маммографа, ну, предположим, да. Вот у меня в поликлинике, например, нет маммографа, да. Ну, планируется, в принципе, да, это все планируется. Я думаю, все-таки появится маммограф, потому что у меня вот 44 тысячи населения. Конечно, он нужен маммограф, да. Но, в принципе, проблем никаких. Мы направляем на маммографию, да, в городскую больницу номер один, да, без всяких проблем. Договорная основа, да, по ОМС. Все, пожалуйста, эти объемы они получают. И у нас женщины идут и спокойно все это получают. По направлению. Да, по направлению, да. То есть даже, мы даже через ВК не надо проводить, то есть абсолютно, то есть... Все, договорная основа, выдаются направлению, да, люди знают. И все доктора об этом знают, пожалуйста, направляют и пациенты беспрекословно идут. То есть медицинская помощь организована в данном случае правильно. Да, ну, даже вот у нас было, например, там какое-то время, предположим, вот столько-то количества, да, например, они могут взять. Ну, действительно, у них же, получается, тоже есть элемент времени, сотрудники бывают. Определенная объема. То один, то, например, один работает или там двое работает, это тоже имеет значение, да. Но они всегда идут нам навстречу, это вот спасибо Ивану Федорову, да, всегда идут навстречу. И, в принципе, настолько увеличили нам сейчас количество наших женщин, которые могут к ним пойти на маммографию, нам, в принципе, хватает вполне. Вот, поэтому никаких таких проблем нет. Но давайте вот все-таки, наша тема звучит, права и обязанности пациентов, да. Давайте вот сначала все-таки права, да, вот прям четко. Какие есть права у пациентов? Ну, права у пациентов на бесплатное оказание, на получение бесплатной медицинской помощи, да, на, получается, на обезболивание права пациента. На проведение профилактических, проведение диспансеризации, пропосмотр медицинских, да. Правильное наблюдение. Обследование в рамках стандартов и клинических ребенкаций тоже имеет право, да? Да. Обязан пациент у нас по тряс-ботинам. Давайте сразу про обязанность. Да. Это отдельной строкой, потому что пациенты думают, что вот только права, да, но это тоже неправильно. Во-первых, я считаю, я всегда начинаю, первый пункт, да, пациент обязан правильно относиться к своему здоровью. Правильно. Вот это первый пункт, правильно? Да, правильно. Тогда он будет выполнять рекомендации врача, будет выполнять все его, значит, назначения, правильно? Правильно. Еще какие обязанности все-таки у пациента? Обязанности, то есть заботиться о своем здоровье и участвовать в проведении профилактических медицинских осмотров. То есть посещать своего лечащего врача с целью рани, диагностики, своевременного значения лечения при возникновении каких-то заболеваний. Вот это самое основное. Ну и хочется сказать, что нужно все-таки следить за собой, в каком плане это здоровый образ жизни. То есть основные факторы риска, которые у нас приводят к развитию заболеваний и смертности, можно сказать, основной части, это занимает образ жизни. То есть правильное питание, нормальный вес, борьба с курением, незаупотребление алкоголем, занятие спортом. Конечно, вообще в идеале бы хорошо так прям вести пункт, что пациент обязан вести здоровый образ жизни. Но, конечно, к сожалению, человек выбирает сам какие-то вещи. Но я всегда говорю, что всегда здоровый образ жизни – это очень важно. Это отказ от средных привычек, двигательная активность, рациональное питание, сейчас не говорю диета, рациональное питание. Это настолько все важно, потому что на самом деле, ну, потом уже на кого пенять, да? Потому что вот у меня на поликлинике написано «Ваше здоровье в ваших руках». Ну, я всегда говорю, значит, в принципе, да, пациента, его здоровье в его руках. А мы медики всегда рядом, мы всегда поможем, всегда все сделаем для вас. Было бы желание у пациента. Было бы желание у пациента. Поэтому я всегда своим тоже говорю докторам. Вот пришел пациент в поликлинику, все, ну, как говорится, в хорошем смысле, хватайте его, обследуйте, да? Он уже пришел в поликлинику, он уже пришел за помощью, значит, нужно воспользоваться этим моментом, да? Если у него нет каких-то критических жалоб на здоровье, пожалуйста, профилактический медосмотр. Диспансерное наблюдение. Вот это диспансерное наблюдение, как сейчас его можно вообще проводить, да? Ну, мы, я знаю, как мы проводим, да? Где-то дистанционно обзваниваем. И также, в принципе, и приглашаем, и ходим на активы. Все равно врачи ходят на активы, и все равно они знают всех своих пациентов, да? Потому что, ну, 1800 человек у каждого, в принципе, на участке. И, как говорится, можно, да, вообще про каждого все знать, да? Поэтому, в принципе, я считаю, что эта работа тоже должна все время проводиться. Ваше вот видение, как вот, по поводу диспансерного наблюдения в условиях именно борьбы с коронавирусной инфекцией? Мы продолжаем информировать население о прохождении диспансерного или динамического наблюдения. То есть, все равно они должны помнить, что у них при наличии хронических заболеваний, они не должны об этом забывать и, опять же, все время обращаться к врачу. То есть, в условиях пандемии, особенно лица старше 60 лет, лучше приглашать доктора, конечно, на дом. И лечащий врач уже, соответственно, по профилю заболевания решит на данный момент, какой провести обследование при необходимости, и коррекцию лечения внести. Вот таким вот образом. То есть, не нужно забывать, особенно, это онкологических больных касается. То есть, все-таки, они наблюдаются в областном онкологическом диспансере, где врач-онколог рекомендует определенное обследование через определенный промежуток времени с последующей явкой. То есть, это нужно все-таки соблюдать, следить за этой. И я думаю, что поликлиника, и не думаю, я знаю, что поликлиники это делают, медицинские организации по месту жительства не отказывают. Пациенты продолжают управляться в онкологический диспансер, или по месту жительства наблюдаются с другими хроническими заболеваниями. Как вы сказали. Ну, очень много, вот у меня тоже сотовый, как у многих наших руководителей, сотовый телефон указан прямо на сайте поликлиники тоже. И, в принципе, каждый день, ну, от 50 звонков и больше, да, и от пациентов, которые, значит, к нам относятся, все. И вот они спрашивают, многие вопросы задают. И я всегда тоже говорю пациентам, вот они, например, там говорят, вот сейчас боль в сердце, например, там, да, или давление. Я говорю, ни в коем случае, не надо терпеть, да. И даже некоторые пациенты говорят, ну, мы знаем, вы сейчас боретесь с коронавирусной инфекцией, вам сейчас, может быть, сложно там все, ну, может быть, даже по телефону проконсультируете. Я иногда говорю, нет, давайте так, все-таки, вот, если это боль в сердце, да, либо вызывайте скорую помощь, да, либо вызывайте врача на дом, обязательно надо прийти и сделать кардиограмму и все прочее. Не надо с этим шутить. Вот. И то же самое гипотонические кризы, да, тоже не надо терпеть это. Не нужно, да. Вот, да, поэтому это очень важный такой аспект. То есть эта работа продолжается, должно продолжаться, да. Ну, вот я тоже еще хочу сказать, что у нас никто не отменял территориальный признак, да. Вот у меня тоже много таких случаев бывает, когда вот люди говорят, а мы хотим вот к вашей поликлинике, да. Вот я живу, например, там по другому адресу, да, но я хочу прикрепиться к вам, вот к третьей поликлинике, да. И я начинаю объяснять, что вы понимаете, ну, к вам врач не сможет прийти с поликлиники. Вы не сможете какие-то рецепты там выписать, да, то есть мы не сможем вам, как мы сейчас делаем, там, на дом принести, да. Мы сейчас приносим рецепты на дом таким пациентам, особенно возрастным, там, с хроническими инфекционными заболеваниями. Мы этого не сможем сделать. Не всегда пациент это понимает. Вот как тогда вот с вашей точки зрения, вы как страховой представитель, как вы можете тут сказать так, чтобы аргументированно объяснять пациентам это? Нет, у нас уже такие звонки поступают на контакт-центр, разочинения мы даем. У нас, конечно, по закону, по 323-м, каждый имеет раз в год выбрать у нас медицинскую организацию. И врача выбрать, и медицинскую организацию. И врача, да, с согласия врача. Но есть но, правильно? Но есть но. Все-таки прикрепление должно быть по территориально-участковому принципу, то есть по удаленности от места расположения данной медицинской организации. С такой целью, чтобы лечащий врач мог посетить данного пациента на дому, а не так, как получается, что живет у нас на одной стороне, а в поликлинике хочет обслуживаться в другой. Такое мы пациенту тоже объясняем. Поэтому по прикреплению они имеют право написать заявление на имя главного врача, приложить неопределенный пакет документов, в котором указывается фамилия, имя, отчество, пол, возраст, обязательно адрес регистрации, и указывается медицинская организация. Адрес регистрации и адрес места жительства, чтобы сразу было понятно. Ну, я просто хочу сказать, да, адрес медицинской организации, которая на данный момент находится на обслуживании, и указывается обязательно адрес, где в данный момент он проживает. Да, и если, конечно, этот адрес относится к обслуживанию данной медицинской организации, то лечащий врач, конечно, согласие лечащего врача, да, участкового врача, может быть прикреплен к данной медицинской организации. Да, мы разъяснение даем. Вот, как правило, как бы люди относятся к этому с пониманием, особенно вот сейчас в условиях пандемии, да, когда врач должен посещать пациента на дому, даже с обследованием на взятие анализов на данную инфекцию, поэтому должен точно указывать адрес проживания, если прикреплен к данной медицинской организации. Ну да, конечно, это очень важный такой аспект, но, может быть, еще какие-то свои советы скажете нашим телезрителям, потому что, действительно, вот мы с вами работаем в одной связке все равно, ну, как ни крути, да, вот, потому что у меня вот сейчас хочется, конечно, задать вопрос. Скажете, вот мы защищаем пациента, да, там права и обязанности сейчас разобрали, да, но ведь у медиков же тоже есть и права, да, и обязанности, да, ну, больше, конечно, обязанностей, но вот в защиту медиков, конечно, сейчас мало, как бы, такой, да, вот, ну, я имею в виду, чтобы страховые компании вступали в роли защитников медицинских работников, да, или бывают такие все-таки случаи, аспекты? Нет, ну, бывают, конечно. Вот хотелось бы, чтобы все-таки вы и на сторону медицинских работников тоже в какой-то степени вставали, да, потому что не всегда бывает, что пациенты прям вот абсолютно прав, правильно? Бывают же такие спорные вопросы? Все должно происходить в рамках законодательства. А у нас в законодательстве, допустим, сказано, что лечащий врач является основным. То есть стандарты и порядки это одно, но лечащий врач для конкретного пациента определяет объем диагностических и лечебных мероприятий. Поэтому диктовать доктору, как нужно лечить, я думаю, что это неправильно. То есть мы как говорим, лечим не болезнь, а больного. Поэтому при одном и том же диагнозе пациенту могут быть назначены совершенно разные назначения и обследования. Все это решает его лечащий врач непосредственно при контакте с данным пациентом. Я своим медикам всегда такую вещь говорю, что нужно относиться к каждому пациенту так, как будто это твой родственник. То есть как будто это пришел твой родственник. Представьте, никто же не оставляет любить пациента, но сопереживать, уважать пациента, сочувствовать ему, помогать ему – это просто наша обязанность святая. Поэтому я считаю, что медик – это призвание. Призвание, да. Поэтому тут уже… И я всегда с вами говорю коллегам, что, вы знаете, два пункта. Первый пункт – пациент всегда прав. Второй пункт – если пациент не прав, смотри, пункт первый. Что-то в этом есть. То есть всегда нужно все-таки по большей части вставать на сторону пациента. Ну, конечно. Потому что он пришел с жалобами на свое здоровье, да. А здоровье – это самая большая ценность в жизни человека. Поэтому всегда нужно все-таки к пациенту всегда относиться, я еще раз повторюсь, да, как к своему родственнику, как к своему близкому человеку. Ну, иначе просто нельзя, иначе невозможно. Ну, и медицинские работники совершенно, можно сказать, другие люди. Если они выбрали за профессию… Ну, конечно, конечно. Ну, я тоже всегда говорю, что у нас Ульяновская область, она, в принципе, богата в том плане, ну, в плане человеческого потенциала. У нас и губернатор всегда на контроле все это держит, и министр, да, Зарханин Ульяновской области. То есть чтобы к людям был такой человеческий подход, человеческий, индивидуальный всегда, да. И, по сути дела, на самом деле медики бьются за каждого пациента, за каждого. И тоже вот хочется сказать, что не нужно всегда терпеть, да, не нужно что-то где-то в себе замыкаться, да. Мы всегда рядом, всегда нужно к нам приходить, значит, обращаться к нам, да. И никогда, то есть, ну, не слушать там каких-то домыслов, каких-то слухов, да. Просто приходить и обращаться к нам за помощью. И все, и тогда мы всегда поможем, да. Мы тоже всегда пациентам разъясняем, когда звонки слушаться у лечащего врача. То есть вам лечащий врач объяснил, если вы что-то не поняли, вернитесь к нему. Вам не откажутся, вам повторят и разъяснят снова что-то, стесняться не нужно. То есть лечащий врач всегда пойдет на встречу. Спасибо большое, спасибо. Ну вот на такой позитивной ноте, я думаю, мы закончим наш сегодняшний разговор. Я всем желаю здоровья, берегите себя, до новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Смирнов.